Добрый день, уважаемые студенты! Вашему вниманию предоставляется массовый онлайн-курс по дисциплине региональной геологии геотектоника с продолжением предыдущей лекции по основным понятиям геотектоники. В прошлом занятии мы с вами рассмотрели состав и строение земной коры, из каких видов земной коры земная кора состоит в целом, в детальном описании. Сегодня мы с вами рассмотрим главные структуры элементы земной коры, структурные элементы земной коры. Под термином структурный элемент или тектоническая структура понимается обособленный участок летосферы земной коры, отличающийся от сопредельных участков определенным сочетанием состава, условия залегания и геофизических параметров, слагающие его порой. Отличительные черты определяют спецификой проявления тектонических движений, процессов магматизма, метаморфизма и осадка накопления, то есть тем или иным тектоническим и динамическим режимом, проявившимся в период формирования или на отдельных этапах развития данного участка. Под геологической структурой понимаются обособленные участки земной коры, разделяемые воображаемыми или реальными границами и отличающиеся характером залегания, слагающих их горных пород. Рельефы планеты крупнейшими структурами земной коры разного знака являются континенты и океанические впадины. Крупнейшими же структурами литосферы или структурами первого порядка являются литосферные плиты, океаны и континенты. При этом океаны и континенты выделяются по геологоструктурному признаку, а литосферные плиты по геодинамическому. Наиболее крупными структурными элементами земной коры являются литосферные плиты, крупные участки коры, ограниченные планетарной и непрерывной системой рифтовых трещин, Общей протяженностью около 60 тысяч километров, в полтора раза длиннее экватора. Литосферные плиты на Земле немного, их немного, 6 крупных и около полутоидесятки метров. Своей подошвой они опираются на вещество астемосферы и перемещаются под влиянием конвективных течений в Мальте. Подобно лединам в море, скоростью от 1-2 до 15-20 сантиметров в год. Вот здесь показана в данном слайде карта литосферных плит. Мы видим наиболее крупные литосферные плиты, представленные североамериканской, бразийской плитой. И также более мелкие такими плитами, как плита Наска, Карибская плита. Океаны и континенты понимаются в географическом и не географическом смысле. Краница между ними проходит не по береговой линии, а по зоне выклинивания континентальной коры, то есть в положении континентального склона. В связи с этим на континенты при их геологическом рассмотрении приходится 40% земной поверхности, тогда как в географическом плане они занимают лишь 30% земной поверхности. Океаны и континенты различаются по следующим основным признакам. Типу коры, строению верхней мантии, под океанами астина сфера залегает ближе к поверхности и является более мощной и менее вязкой. Соответственно, континенты характеризуются более мощной литосферой. Составу магматических проявлений. В океанах проявлен магматизм исключительно основного состава. В пределах континентов он может иметь любой состав. Возраст у коры. Возраст пород коры современных океанов нигде не превышает 170 миллионов лет, тогда как возраст континентальных образований может достигать 4 миллиардов лет. Океанам и континентам отвечают основные ступени рельефа земной поверхности, разделенные перепадами более 5 километров. Вот показан рисунок, где мы видим структурные элементы океанов и континентальных краев. О чем говорилось выше. Структура первого порядка в зависимости от типа коры, строения литосферы, а также характера тектонического режима подразделяется на структурные элементы второго порядка. Подвижные пояса и устойчивые площади. Первая отличается активным проявлением тектоново-агматических процессов, преобладающей линейной формой, аномальными мощностями коры, близкими к поверхности с залеганием крови остеоносферы. В отличие от подвижных поясов для устойчивых площадей, характерны отсутствия или слабых проявлений активных тектоново-агматических процессов, преобладающие изометричная форма, средние значения мощности коры и теплового потока. Более глубокое залегание крови остеоносферы и мини-контрастные геофизические поля в связи с эзоэстическим равновесным состоянием устойчивых площадей. В пределах океанов подвижные пояса представлены среди океаническими хребтами, а устойчивые площади – обессальными равнинами. В пределах континентов соответствующими структурами являются складчатые пояса, орогены и платформы. Пограничное положение между океанами и континентами занимает континентальный окраин, обладающий специфическим выражением при рельефе и особенностями строения коры. В зависимости от активности проявлений тектоново-агматических процессов различают пассивный и активный континентальный окраин. Активные окраины представляют собой подвижные пояса, в противоположность которым пассивные окраины можно отнести к устойчивым площадям. Как следует из тектоники ПЛИД, пассивные окраины по мере своего развития могут перейти в активный. А последний по завершении развития пойдет состав складчатых поясов орогена в будущем. Складчатые пояса континентов и активные континентальные окраины до появления теории тектоники ПЛИД назывались геосинквинальными. Складчатыми геосинквинальными или геосинквинально-орогенными поясами. На этом сегодняшний курс лекции у нас закончен Мы с вами рассмотрели строение океанов и континентов То есть как главных структурных элементов Далее мы с вами продолжим также рассматривать технические строения земной коры Спасибо за внимание Спасибо за внимание